Всем привет, это 21 век. Меня зовут Виктор Гостеев и совсем недавно мы делали обзор на Tecno Spark 10 и Tecno Spark 10 Pro. Сегодня же у меня в руках Tecno Spark 10C. Это у нас упрощенная версия Tecno Spark 10. В двух словах, что мы вообще имеем? Внешним видом он похож на один очень популярный и дорогой смартфон. У него отличная автономность и неплохая селфи-камера за свои деньги. Кстати, стоит данный смартфон 369 белорусских рублей на день записи этого видео. Но если поторопитесь, то можно на сайте 21 век.buy купить его со скидкой. Если вы видели базовую модель и ее Pro-версию, то и здесь вы узнаете ее фирменный стиль. По органам управления и интерфейсам все классически. Справа кнопки, слева лоток для двух сим-карт и флешки. Снизу разъем Type-C для зарядки и подключения к компьютеру, а также Jack 3.5 для наушников. Корпус выполнен из пластика. Ну а мы-то с вами и другого и не ждали. Правда ведь? Всего в цветовой палитре имеется три цвета. Черный, голубой и зеленый. Причем голубой и с текстурой кожи. К сожалению, корпус очень сильно пачкается отпечатками пальцев. Но зато в коробке нас будет ждать силиконовый чехол. С фронтальной стороны у нас камера капелька. И заметные, хотя и не сильно напрягающие рамки. Дисплей здесь 6,6 дюйма, такого же размера, как и у базовой версии. Что мне понравилось? 90 Гц частота обновления экрана. А также 267 ppi плотность пикселей. В остальном это обычный недорогой дисплей с присущей ему цветопередачей и углами обзора. В настройках можно выбрать 90 или 60 Гц, а также автоматический режим. Да и в целом у меня ощущение, что это такой же дисплей, как и был в Tecno Spark 10. Процессор у нас здесь Unisoc Tiger T606. Техпроцессор у него целых 12 нанометров. Однако, что очень интересно, этот процессор производительнее Helio G37, который стоял в базовой модели Tecno Spark 10. То есть, понимаете, 10C и дешевле, и даже немножко производительнее. На минимальных установках можно поиграть в требовательные 3D-игры, а в обычные 2D-игры так вообще без проблем. Да и вообще, если вы не фанат требовательных 3D-игр, то вам вообще можно не покупать производительные смартфоны, а лучше выбирать из-за энергоэффективных. По памяти есть два варианта. 4 плюс 64 и 4 плюс 128 гигабайт. Из коробки смартфон работает хорошо, лагов замечено не было. Tecno Spark 10C имеет литий-ионную батарею на 5000 мАч. И, кстати, не забывайте, что и процессор здесь энергоэффективный. И экранное время с утра до вечера вам гарантировано. При обычном использовании заряжаться можно будет раз в два дня. Но если вдруг вы забыли его поставить заряжаться на ночь, то вот вам 18-ваттная зарядка, которая идет в комплекте. Конечно, не самая быстрая, но многие ее называют быстрой. Напомню, что в комплекте у нас есть чехол, а вот защиты IP никакой не заявлено. Но зато пятый Bluetooth, пятый Wi-Fi, NFC и все, что нужно для звонков и навигации здесь все есть. Еще смартфон работает на 12-м Android в фирменной оболочке HiOS 8.6. Дизайн интерфейса приятный и понятный. И самое интересное, что же нам сюда поставили по камерам, раз смартфон дешевле базовой версии. А все очень просто. Основная камера у нас здесь хуже, чем просто в десятке. Тут всего 16 мегапикселей. Напомню, там было 50. В фотографии мы имеем вполне себе ожидаемые, то есть требующие много света для красивых снимков. При слабом освещении немного шума и выползает мыло. Но тем не менее, за его стоимость нам сверхрезультатов вообще ждать никаких не стоит. Видео такое же, как и фото. Посмотрите на стабилизацию. А теперь посмотрите на перефокусировку. А теперь на переэкспонирование. Ну и по цветам мне не хватило немного сочности, которая маломальски присутствовала в более старших моделях. Имеется также блок на 0,08 мегапикселей для определения глубины резкости. А что прикольно, так это селфи-камера, которая выдает вполне себе неплохие снимки. Здесь у нас 8 мегапикселей, Full HD и никакой стабилизации. Но зато контрастность и детализация меня порадовали. Сейчас я уже в условиях чуть похуже. И качество, соответственно, тоже хуже. Кстати, можете сравнить еще и звук. Но на самом деле не стоит забывать про цену этого девайса. Что мне нравится, что появилась такая тенденция, когда на рынок выходит не один смартфон, а сразу несколько. Например, основная версия, версия подешевле и ее Pro-версия. Причем это касается не только флагманов, но и бюджетных смартфонов. Tecno Spark 10C это смартфон за 369 белорусских рублей. Имеющий и 90 Гц, и процессор, который с нормальным FPS позволяет поиграть в игры. И еще приемлемыми камерами. Это очень круто. А если взять во внимание его красивый внешний вид, автономность в работе, так это вообще топ. Ну, а на этом все. С вами был 23-й век. Меня зовут Виктор Гастеев. Tecno Spark 10C. С вас лайк, подписка, комментарий. И увидимся в следующих обзорах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok